Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня с вами игрушка под названием Super Liminal, супер световая игра, в которую мы уже один раз играли, одна серия по этой игре у нас выходила, следовательно мы можем сейчас взять и спокойно пройти её полностью. Давайте мы начнём заново, собственно говоря. Я почитал, почитал насколько она рассчитана. Вас переполняет неуверенность в себе, но мы это видели, давайте мы её пропустим. Преувеличивать мелкие трудности сверх всякой меры, или на... Новейшая разработка Института Пирса, технология Somnascall. Патент ожидается, обеспечивает безопасную и эффективную терапию с наведением, пока вы наслаждаетесь комфортом нашей передовой клиники. Расположены рядом со второстепенной запасной парковкой университетского медицинского центра. Мы воплотим ваши сны в жизнь. Я посмотрел, насколько рассчитана эта игра. Она как бы... Разработчик заверяет, что на 2-3 часа контента здесь. То есть, ну мы можем спокойно взять и за одно видео это дело пройти. Видео, скорее всего, будет часовое, потому что, ну я как бы знаю, что тут к чему, ну как проходить. Я должен просписаться и пойти. В общем, мы уже как бы прошарены, мы здесь все знаем, все в курсе, все что к чему и почему. Сейчас я только вот так вот сделаю. Все, можно продолжать спокойно дальше. Так, здесь нам нужно взять шахматную фигурку и посмотреть, как оно работает. Ну, работает оно здорово, вот так вот оно работает, мы уже как бы что к чему и что почему и в курсе. Так, ну здесь что, здесь нужно убрать вот это и вот это чуть поменьше сделать, вот сюда вот поставить и залезть. Все. Добро пожаловать со мной, Skull. За вашими успехами следят квалифицированные специалисты. Эта ерунда не проходит через это, поэтому мы можем сделать вот так. Этот уровень проходится у нас вот так. Ставим вот сюда и уходим. Я не знаю, как я буду читать, не буду читать вообще, то есть. Потому что, ну, получается, что я читать не успеваю, так как играю. Я хочу быстро пройти эту игру, полностью пройти эту игру. Потому что, ну, блин, я что-то как-то играл, играл в нее, играл, 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 играл. Что-то я столько наиграл, что вообще даже, ну, у меня сложилось впечатление, что она длится вечно. Хотя здесь, в принципе, играть нечего. Я что-то не нажал. Обратите внимание, стандартный ориентировочный протокол. Мой голос был специально выбран, чтобы вам что-то не напоминать там... Да, не вхожу в состав бригады о заботе. Я ничего, что-то там не это... Понятно. Нажимайте ПКМ, чтобы перевернуть. Вот так вот надо сделать. И сделать вот так вот. Огромный сыр надо поставить. Вот так вот примерно сделать, да? Вот так вот надо сделать. И пойти вверх по сыру. Опа. Забрался. Так, используя айлис, вы потеряете возможность проснуться и поймете, что все это сон. Здесь у нас что? Здесь у нас... Надо взять. И еще меньше сделать. Оп. Все, дело в... А, вот. Вот сюда нужно забраться. Дойти до сюда. Мы сошлись в маршрут. Я не знаю, зачем, но просто так. Как будто мы зашли во все уголки этой игры. Да что такое? Не нравится мне, когда меня отвлекают. Просто здесь не было особо какой-то важной информации. Она говорит вообще как бы не особо важную информацию, так как... Ну, мы все прекрасно понимаем, что эта игра похожа на портал. Просто она прям... Не то чтобы похожа, знаешь, она прям... Ты залезешь туда, нет? Кубик. Да что ж такое-то? Вот. Игра похожа на портал. И этот звуковой, как бы... Помощник... Он прям вот копия того робота, который... Был в портале. Так. Все. Блин, здесь все так быстро проходится, на самом деле, когда ты знаешь примерно, что нужно делать. Не знаю, блин. Я как-то думал, что здесь все так долго, все так сложно. Но здесь мы прекрасно тоже помним, что здесь нужно было сделать вот так. Здесь только так, да, она делается. Ну ладно. И еще чуть-чуть побольше. Надо сделать ее. Чтобы она, да, вот нажимала на обе кнопочки. И выйти отсюда быстренько. Быстренько, пока она не упала. Так. Че такое? Че это такое, ну? Че-то... Блин. Вот. То, что у вас всех. Чтобы посвятиться к терапевтическому процессу, как можно больше времени, пожалуйста, не задерживайтесь через последние месяцы, согласно на чего-то там. Так она закрыта. О, вот она. Точно. Нужно огромный сыр сделать. Сделать огромный сыр. И толкнуть им двери. О, все отлично. Погнали. Мне кажется, мы до сюда доходили очень долго. Если мы до сюда доходили, вообще не помню, на самом деле. Потому что я вроде как бы и сам поиграл немножко. Но теперь я хочу просто на записи это делать. И все. Все. Будильник. Вейкап. Получается, что? Получается, у нас... О, загрузочка пошла в разные стороны. Давайте мы кофейку махнем. Главное, микрофон в кружку не окунуть. Это самое важное. Так. Выключаем будильник. Бежим. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Мы просто бежим. Я расчесал. Тут вот у меня красная, типа, злит меня. Вот. Так. Что здесь? Здесь нас ловить нечего. Надо просто ломать автоматы и бежать дальше. Автоматы можно, в принципе, не ломать. Я просто этим занимаюсь, потому что мне это нравится. О, комнатка. Вот эта красная. Я не знаю, были мы здесь или нет. Это в той серии. Единственной, в первой. Вот. Но. Я тут точно был. А эти вот. Нет, это не дублируется. Ладно. Так. А что здесь написано? Exit tempora... Temporably moved. Чего там? Чего такое? Не знаю. А это нарисован, да? Ну да. Здорово. Опа. А вот здесь вот можно пройти. Я думал сначала, что это комната. А это не комната. Нихрена. Можно пожар на это нажать. Оп. Exit. А вот это вот. Вот это вот. Это самое лютое вообще место. Просто я... Я говорю, я думать никогда бы не подумал, что... Это работает именно так. Летит. Так. Так. Ну, нет. Надо побольше, что ли, сделать. Вот, да. Вот так. Примерно такого размера мне нужен. Нужен знак выхода. Чтобы взять и выйти просто отсюда. Так. Магнитофончик. Меня зовут доктор Глент Пирс. И мне бы хотелось поговорить с вами в особенных случаях. Давай. Так. Здесь нужно сложить картинку. Но не заинтересоваться. Ну. Мы работаем на это. Опа. Класс. Здесь, по-моему, еще что-то нужно. Нет? А, нет. Здесь нужно просто залезть. Это мы возьмем с собой. Все. На всякий случай. Вдруг понадобится. А здесь у нас... А, здесь у нас сначала тут картинка должна быть. Да? Да. Вот она, картинка. А вот эта вот картинка, она складывается из вот этой вот картинки. Это лесенка. Чудесенка. Побольше нужно ее сделать еще немножечко. Вот так вот сделать ее. Не знаю, зачем я взял... Ой. Блядь. Кубик. Но он, я думаю, нам не понадобится сейчас. Я просто его в тот раз брал. Вот. В принципе. В принципе. Здесь вот нужно выход сделать. Здесь нужно выход вот так вот найти. Вот так вот. Оп. Она сама игра тебя откидывает туда. Ну. Куда нужно, короче. Ты прямо встаешь на это место, и она так вот отъезжаешь просто. Сейчас. Вот. Семь минут мы играем примерно, плюс-минус, а уже прошли далеко достаточно. Меня зовут доктор Глент Виллис. Хочу немного уточнить данные о вашем местонахождении. Оно неизвестно, да? А, мы все еще не в курсе. Ну, пожалуйста, продолжайте двигаться вперед. Вы предпочитаете частое уточнение данных, а не напоминание о том, что вы окончательно потерялись. Да мне вообще, на самом деле, фиолетово. Просто вот-вот прям фиолетово. Так. Знаешь, что? Знаешь, что нужно сделать? Что нужно сделать? А здесь я не помню, что нужно сделать. Нужно как-то залезть. Нужно как-то забраться. А куда забраться? Где здесь? А, вот он, кубик. Я этот уровень вообще не помню, на самом деле. Опа, видишь, игра сама подогнала. Я никуда не шевелился. Я просто-напросто подошел. Вот так вот делаем. А здесь нужно пешку эту собрать. Слона или королеву, кто-то. Оп, оп, игра сама подогнала тебя. А вот здесь вот... Можно забраться. Я сюда не ходил. Но предполагаю, что... Предполагаю, что... Ага, там что-то есть интересное, я же видеть. Вот так вот ее оставлю. Я думаю, что... А, можно кубик еще побольше сделать, потому что кубик у нас достаточно маленький. Опа! Вот здесь я не был. Сюда я не забирался. О, здесь можно выключать или понажимать. Зашипись, комната. Классная, очень полезная комната. Классная. Да, четко. Погнали. Погнали отсюда. Я потратил зря полторы минуты. Примерно полторы минуты. На самом деле, я не знаю, сколько я потратил времени на это. Вот. Магнитофон. Магнитофон еще один. Здравствуйте, мы еще не можем узнать, однако у нас сейчас появится доступ к тряду лифта, который дадут вашему позазнанию чего-то там. Вы найдете дорогу полиции при помощи различных показателей аварийного выхода. Да. Вот этот уровень самый интересный, кстати. Не то, что самый интересный, но самый такой. Блин. Я бы никогда в жизни не подумал, что людям придет в голову, поставить магнитофон на Луну. И выход тоже. Хеллоу, меня зовут доктор Глен Пирс. В случае, если лифт вас не разбудит, пожалуйста, не взаимодействуй ни с чем, что покажет вам психологически важно. Так как мы больше не сможем вам что-то там это. Например, если вы увидите родительность, я рекомендую ему дарить их как можно сильнее или немедленно побежать. Я говорю, добрые советы. Загрузка здесь как отдельный вид искусства. Она вообще во все стороны загружается. Бутильничек у нас звенит. Бутильничек звенит, значит, надо просыпаться. 4 часа утра. 4 часа утра. Надо бежать. Бежать надо. Просто нужно бежать. Непонятно куда, непонятно зачем. Просто бежим. Ломаем. Автомат с газировкой. И бежим. Бежим. Просто бежим. Ту-ту-ту-ту. Это автоматическое сообщение для всех пациентов, которые пытались использовать альтернативный маршрут, чтобы перейти к следующей фазе Сомнаскалп. Но вместо этого застрялись в состоянии парадокса. В состоянии парадокса это, кстати, классная штука. Так, здесь у нас купик. Ваши решения говорят об ошибках на этапе ориентации, что бросает тень на что-то там. Я не успеваю читать и играть одновременно, поэтому если тебе очень сильно хочется, то читай. Я не буду читать. Ну, я буду читать только когда мне удобно. Когда мне неудобно, я не буду читать. Это очень... Очень, не знаю, не то что... Прям неудобно, но, блин, я хочу быстренько пройти эту игру. Вот, а не проходить ее по полчаса, ой, блин, по полчаса каждый уровень, потому что нужно прочитать какое-то сообщение от голосового помощника. Совет профессионала, среднестатистический взрослый человек может выйти от трех до пяти сновидений за ночь. Как только этот предел превышенный, раз он испытывает взрывную психическую перегрузку и переориентирует владельцы протокола аварийного кухня. Пожалуйста, доведите себя до взрывной точки психической перезагрузки. Или перегрузки, не знаю там, что к чему и почему. Просто я говорю, я хочу пройти игру, а слушать глупые эти вот, как их называют... Уберись. Глупые вот эти вот разговоры робота, которые просто, ну, они тебе никак не помогают. Ты, в принципе, просто-напросто берешь и слушаешь. Пожалуйста, помните, что не жил. Мы очень далеко прошли, правда, то есть... Очень далеко сейчас уже прошли. В принципе, я думаю, что мы можем пройти эту игру за одну серию. У нас особо вариантов нет, потому что я хочу ее пройти за одну серию. Итак, здесь ничего нельзя сделать, надо идти обратно, значит. Такс, что у нас здесь? Лифт. Шибись. Вот так вот. Видишь, как все быстро, как все хорошо получается. Такс, что мы имеем-то? Что мы имеем? Мы имеем... Ничего мы не имеем. Мы просто проходим игру. Просто проходим. Просто пытаемся быстрее ее пройти, чтобы нам понравилось, чтобы мы знали, как решают все головоломки в этой игре. То есть, ты можешь использовать это видео как пособие к прохождению этой игры. Я просто не знаю, где здесь уровни делятся. Я бы так тебе это объяснял. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Несмотря на то, что в предыдущей секции вы прошли зону умиротворяющего водопада, вы все еще не можете испытывать такие чувства, как ни к чем, ни с неуверенность в себе. Я вообще, мне кажется, что будто все не идет. Идет не так, как солнце. Когда солнце светит так ярко. А, во, хоррор начинается. Сейчас будет мёрда, мёрда, блин. Там кровь везде, да, шурки. Так, ладно, бежим просто вперед. Нам особо ничего не нужно. В принципе-то мы просто должны идти вперед. Свет светит. Достаточно ярко. Что, я сюда зашел зачем? Вот, мёрда, 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 кстати. Вот оно. А здесь нужно идти вот сюда. Здесь просто нужно было пройти вот от фонарей в другую сторону. Там ничего нету, а вот здесь вот дай, дай, дай. А тут на самом деле дай написано. Да, это вот... Ну, это типа у него кошмары. И там ещё раз хлопнуть должно. Нет. Здесь вот яма с кровью. Но мы можем её пройти вот под этим вот мостиком. Вот они, мостики. То есть... Так, мостик. Да, прыгнуть надо с этого мостика. И больше, ну, страшного ничего в этом нету. То есть ты допрыгнешь спокойно. Вот магнитофон. Здравствуйте, меня зовут доктор Глент Пирс. И мне бы хотелось поговорить с вами о чувствах ничемности неуверенности в себе, которую я упоминал ранее. А не обусловлено тем, что вы хотите жить такой же счастливой жизнью, как вы хотите видеть у других. Вы кажется, что... Вы кажется, что всем нравится. Что-то вообще непонятно. Именно поэтому вам нужна наша помощь. Я читал, что здесь хреновый перевод. И получается так, что... Ну, типа... Получается так, что... Здесь ни хрена смешного нету. То есть... В портале, например, перевод... Ну, более-менее хороший. Вот я опять же сравниваю с порталом, потому что... Похожая игра. Сейчас начнёт говорить опять, да? Ладно. Вот. В портале... Лучше гораздо получается... В портале получается гораздо лучше, потому что там перевод хороший. Там шутки-шутки понятные все. Шутки понятные и всё. Всё ясно сразу всем становится. А тут получается, что ты, блин, играешь, и вроде шутки... Они должны шутить шутки. А в итоге они ни хрена ничего не шутят. Просто ты сидишь и... Слушаешь бредни какого-то старого мужика, Глен Пирса этого, который доктор. И... Попытки как-то разбавить атмосферу вот этой вот женщины-ассистента. То есть... По факту... По факту... Вот эту вот ерунду надо вот сюда поставить. По-поближе к нему подойти. Бросить вот так. Ещё раз. Бросить ещё раз. Всё, осветить вот эту всю ерунду. Потому что, ну, блин, иначе... Ну, иначе тоже можно пройти, но не видно ни хрена. И так не видно ни хрена. Тут ещё темнее становится. Нож... Нож, кстати, сейчас пропадёт, я думаю. Потому что он в тот раз пропал. А, смотри. Оп, ножа нет. Погнали. Данная информация явно коррелирует со статистикой, согласно которой у нас 9% пациентов. Что-то там. Икея. Айдея. Что это у нас? Генератор. Генератор. Здесь, в этой комнате, вообще, по-моему, ничего нет интересного. Потому что, ну, блин, здесь просто музыка заиграет, по-моему. Ну, ладно. Мы даже слушать и ждать её не будем. Мы просто пойдём дальше. Вот. Лифт. Ещё один уровень пройден. То есть, уровни, на самом деле, в этой игре проходятся на раз-два просто. Тем более, когда ты знаешь, как они проходятся. И знаешь, куда бежать нужно. Вот. Какой-то уровень по счёту, я не знаю. Получается, что... Часы на... Часы, значит, уровень, нет? Шестой уровень, получается, нет? Сейчас. Выключил все будильники. Пошёл в... Путь. В путь пошёл. Пошёл дальше по своим делам. Ломаем автомат. Или не сломал, не знаю. Папа-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот. Здесь, если посмотреть, здесь все фигурки, типа, как бы, пришуруплены. И поэтому, получается, что ты, как бы, доходишь до сюда, думаешь, фигурку сейчас возьму, а она прикручена, и ни хрена ты её не возьмёшь. Вот эти ерундовины, они дублируются, короче. Здесь, здесь вот бессмысленная ерунда... Как это, дверь? А вот здесь вот, не бессмысленная. Здесь можно, конечно, до конца до самого делать, но можно вот так вот сделать просто и всё. Вот. Вот я, на самом деле, я играл так, посредственно, можно сказать. Пытался разобраться, никогда не разобрался, и вот я решил пройти полностью эту игру. Самый бредовый уровень, на самом деле. Мы его сейчас не пройдём, мне кажется, в первый раз. Это вот всё отсюда делается. А, блин, вот давай вот так вот сделаем ещё. Что бы, может, было... Заберись. Заберись, молодец. Вот этот самый бредовый... Вот, видишь, смайлик? Смайлик. Смайлик вместо этой мышки. Сейчас уберётся. Вот здесь вот пропадёт. Хренак, всё. И он больше не возвращается. Вот это вот самая бредовая хрень, конечно. Нужно столкнуть... Яблоко. Здесь нужно столкнуть яблоко, и чтобы оно... Съехало с этой долбанной всё-таки кнопки, в конце от концов. Имей совесть, съезжай. Поэтому я говорю, это самый бредовый уровень. Это просто, правда, самый-самый-самый бредовый уровень, который я когда-либо видел. Просто вот это... Премию просто... Дарвина, этому человеку, который придумал этот уровень. Вот этот вот, вот он. Вот она, самый бредовый уровень. Правда, правда. Вот самый бредовый уровень. Смотри. Они уже так не берутся, как... Как те зелёные яблоки. Поэтому давай просто пропущу, а потом расскажу, как это делается. Хотя хрен его знает. Давай попробуем с первого раза. Может пройдётся. Нужно толкать яблоко вот оттуда. Дотолкать прям вот. Толкается яблоками оно очень хорошо. Яблоки, которые вновь появились, они очень хорошо толкаются самим тобой. Вот это яблоко само, оно не толкается. Нужно возвращать периодически, чтобы... Оп! Не-не-не-не-не-не! Оп! Вот самое главное, чтобы оно далеко не укатилось. То есть вот, когда оно сильно раскатывается, оно нормально ездит. Самое главное, чтобы оно вот сейчас вот остановилось. Остановилось. Остановилось! Вот, видишь, всё. Вот нужно вот здесь вот где-то остановить. Вот просто остановить. Всё. Не нужно никуда ехать. Всё. Вот тут стой. И, короче, нужно забраться наверх. Нужно забраться наверх. И всеми своими десятью пальцами надо нажимать вот на левую кнопку мыши. Вот примерно так. А здесь... Здесь я нажимал всеми двадцатью пальцами. Потому что здесь вот... Это ещё сложнее сделать. Я не знаю, может я просто такой извращенец, но... У меня иначе не получилось пройти этот уровень. Потому что там написано, короче. Я когда не мог его долго очень пройти, там надо было, типа, поставьте посерединке. Там нету вентилятора. Там вентилятор стоит. Блин, он додувает в серединке. Вот. Поставьте посерединке, говорит, яблоко заберитесь. И просто протыкаете, чтобы прям на кнопочке появилось. Нельзя так сделать. Нельзя так сделать. Элементарно потому что нельзя так сделать. Просто так не позволяет тебе играть сделать. Вот. А... И чё, и чё, как... Куда дальше деваться-то? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Может, у тебя получится хрен узнать. А, вот он, вот он, когда автомат уже не ломается, и высовывай какую-то ерунду вместо газировки. Ненастоящий доктор, я закончил школу, виртуальная реальность не ошибка. Хорошо, я мог помочь, но в то же время не знаю, как. Передача заканчивается. Можно было бы здесь еще и бегать, было бы вообще здорово. Ну, просто он как-то медленно очень ходит, то есть... Здравствуйте, меня зовут доктор Глент. Пирс, доктор... А, доктор Глент. Тогда, пожалуйста, он наскал, бригада пациентов позаботит 10 работ и лет. Ну все, у них, типа, кукушка едет, и они уже, ну, типа, программа сбилась, и во сне, в моем, они разговаривают уже совсем иначе. Я в горле пересохло уже, я не могу. Вот. Я говорю, вот, это самый-самый сложный уровень, который был. С этим яблоком, когда его нужно засунуть на эту кнопку. Вот. 7 АМ. О, да, точно, все, уже появилась вот эта вот дорога другая. Это комната для расслабления. Там, по-моему, relaxation, это room, это было написано. Сюда можно зайти, но можно зайти и вот сюда. Но здесь, по-моему, здесь нет ни хрена, да? Да, я не ходил сюда. Можно здесь смотреть, залипать здесь, появляется иногда вот этот экран, который, типа, когда телеканал не работает. Сейчас посмотрим, смотри. Вроде как бы что-то нагнетается, а вроде не нагнетается. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Мы уведомляем, что вы вновь появились в нашей системе наблюдения после продолжительного отсутствия. Ломается. Пожалуйста, продолжите заниматься тем, чем занимались только что, и прекратите заниматься тем, чем занимались ранее. Домик. Вот это самое интересное, короче, начинается. Когда нужно себе домики эти увеличивать, уменьшать, самому в них заходить, выходить из этих домиков. По сути, получается, мне нужно сейчас... Мне нужно сейчас... Знаешь, что сделать? Я зашел и вышел из одного и того же места, да? Или нет? Стой. Стой. Мне нужно уменьшить дом сейчас этот. Наоборот, увеличить. Чтобы я в этом доме, мать его, за ногу, казался еще меньше, и зайти нужно в вот этот... Вот этот маленький проход. Вот. Включить радио. Не включить. Радио. Бросить его. Зайти сюда. Увидеть телевизор, который не работает. Так, там нет ни хрена у нас, по-моему. А, туда-то можно идти. Хе, я думал, там нет ничего. Вот радио. Помимо вышеупоментов, продолжения и прекращения, также просим игнорировать все, что могло вызвать у вас беспокойство в последнее время. А, ну так вот. Я читал, что, типа, люди не оценили эту игру особо, ну как бы. Не очень оценили эту игру, потому что... Потому что здесь перевод по говно получается. Вот эту ерунду надо сдуть вентилятором. Вот так вот сдуть. И пойти в проход. Вот. Шутки там должны отмачиваться. Я начал просто, не помню, закончил или нет. Шутки тут должны быть интересные. Смешные шутки. Вот если я говорю, в портале нормально это все реализовано, то... То здесь получается, что тут ни хрена не реализовано правильно. Это реализовано так коряво, что... Ну, здесь нету шуток. Здесь, по сути, получается просто какое-то вещание. Какое-то, знаешь, припресное, скучное вещание, которое, ну... Вообще никак не разбавляет атмосферу, а просто... Просто, блин, заполняет, так сказать, этот, как его называют, время. Эфир. Здравствуйте, меня зовут доктор Клен Пирс. Мне хотелось зачитать вам мою любимую мотивирующую цитату. Автор и я. Нет ничего хуже, чем фокусироваться на негативе. Все, вот делать нечего даже. Не жестокость, не время, не что-то... Здесь, короче, мы смотрим сверху на себя. И нужно поставить... Ну, блин, что делаешь-то? Вон туда, да, надо себя переместить. И я сейчас выйду, получается, на... На том... наверху, короче. Вот. Вот, видите, да? Мы были вон там только что. Если я... Ну, короче, если вам нужно очень это знать. Вон оттуда вот мы смотрели и ставили вот сюда вот этот большой надувной замок. Вот. В принципе-то... Здравствуйте. Меня зовут доктор Клен Пирс. Вот это еще самый такой странный уровень. Знаешь, почему странный? Потому что... Потому что... Потому что... Вот просто потому что... Мне нужно стать еще больше. Мне нужно не то, что еще больше стать. Мне нужно стать просто... Нормального более-менее... Размера. Стой. Что такое-то? О! Побольше надо сделать. Еще больше нужно сделать. Выйти вот в этот. И поставить... Вот так вот сделать. Поменьше. И поставить его вот туда. Выйти вот сюда. Поставить его вон туда. Этот портал взять. О-о-о-ой. Ну, это, короче, самое сложное. Из-за того, что... Здесь я очень-очень маленький. Ну, не прямо очень-очень маленький. Но я реально маленький. Где второй портал? Он упал куда-то, что ли? Или что? Мне просто нужно... А! Мне можно вот так, в принципе, сделать. Не обязательно увеличиваться. Не обязательно уменьшаться. Я просто тут заморачивался. И пытался выйти, пройти и зайти. Стать нормального размера. Вот. Я сейчас немножко выше, чем должен быть, да? Но ладно. Мы прошли еще один уровень. Прошли еще один уровень. Вот в итоге у нас получается полчаса игры. Полчаса игры. И в принципе мы... Большую часть этой игры прошли. То есть... Ну, сейчас я еще водички выпью. Водички. Три часа... А, эм... Снова... Часы. Заново начали считать. Активирован протокол аварийного выхода. Пожалуйста, подготовьтесь. Высистол на скалп. Через десять. Девять. Восемь. Ошибка. Ориентировочный протокол зафиксировал ошибку. Идет анализ. Ждите. Хорошо, жду. Анализ ошибки завершен. Вы демонстрируете симптомы, свойственные для повышенного чувства страха, отчаяния и подавленности. Возможно. Это невозможно. Доказано, что терапия сома скалп помогает сглушить данные эмоции. Гипотеза, пациент не справился с ориентацией. Конклюзион. А я не помню, что я делаю здесь. Невозможно. Переформулирование. Улучшенная гипотеза пациенту требуется дополнительная терапия сома скалп. Конклюзион. Эмерженци-эксит протокол cannot proceed. Невозможно, что-то там. Кто-то такого аварийного выхода был аварийно уничтожен. Классно. Вообще здорово. Рот closed. Инструкция. Все ресурсы для ориентации исчерпаны прудом. А я обратно вернулся, что ли? Молодец. До свидания. А, то есть мне, по сути, надо было просто подождать. Я понял. Я просто забыл. Я знаю, что я этого не видел вообще ни разу. Просто вот что-то есть. Все. Сломали все. Утильник звенит. А, все. Вспоминаю. Да. Знаю такое место. Сейчас начнет вот тут звенеть. Вот тут прям. Вот оно. И кинет меня обратно. Сейчас я прямо с компа-то буду ходить. Начнет звенеть. И прямо я сейчас буду на него нажимать. Нажимать. А, нет. Не буду нажимать. Ой. Да-да-да-да-да. Все. Вспомнил. Вот это вот самое интересное. Вот сейчас башка вообще летать будет. Просто. Нужно идти на будильник. Сейчас голова будет просто... Просто вообще улетать. Потому что здесь сейчас будет пол со стенами перепутываться. И получится, что... Как это называется? Сложно, короче. Так. А, все. Понял. Да? Понял. Или не понял? Понял. Понял. Че ж я туплю-то? Че ж такое делают? Вот оно. Ну, ты чего? Ты че придумаешь-то? Алло. Зайти не может. Совсем уже это. Страх потерял. Здравствуйте. Меня зовут доктор Глен Пирс. Спасибо за прохождение стандартного ориентировочного протокола Сома-Скалп. Прежде чем начать первую фазу терапии, я бы хотел кратко объяснить ограниченную и хрупкую природу сновидений. Да, вот-вот-вот, вот оно. Мне нужно прям вообще вниз спускаться, короче. А здесь нужно взять и вот так вот сделать. Ну, блин, ты че делаешь-то? Все. Выход есть. Здесь нужно идти просто на выход. Ну, ты чего? Чудишь-то. Все. Разумеется, нет ничего сложнее, чем нестабильная перспектива. Или фундаментальное изменение в восприятии. Здесь нужно кубик это собирать, да? А, собрал кубик, блин. Упал. Ну, и лесенка. О, блин, я забыл даже, что... Да, все. Все. Экшн, экшн, экшн. Экшн закончился. Но это не уровень. По-моему, это не уровень. Вот это вот не уровень, это совсем не уровень. Это, да. Как здесь? Сзади меня. Вот он. Ой, блин, вот это самое муторное. Смотри, короче, вот засекай время. Я засек. Сколько здесь можно ходить? Смотри, вот ни разу не угадаю, в какое направление надо будет идти. Вообще никогда не угадаешь. Вот, видишь, я направо поворачиваю, налево. Налево. Направо. Смотри, я всегда буду налево смотреть. Сначала, а потом идти направо. Я просто для себя хочу узнать. Можно ли угадать вообще? Или здесь просто это появляется в связи с тем, куда ты посмотришь? Ну, то есть, вот эта стена каменная, кирпичная, она появляется только выход там. То есть, я понял. Понял, выход там. Нужно смотреть туда и выходить туда. Я понял суть. Наверное. Можно минуту так вот бегать. Ну, когда-то я должен куда-то прибежать. Логично же. Написано, выход налево. Значит, я иду налево. Хренакой направо побежал. На самом деле, я просто как бы не знаю, сколько здесь нужно бегать и куда тут надо бегать. Просто я это методом, знаешь, штыка прошел. Здесь просто нет особой, по-моему, логики. Здесь просто нужно бежать. Собаки такие, блин. Ну да. Я знаю, что его можно пройти, а как его пройти, хреново, не знаю. Я знаю, что его можно пройти, а как его пройти, а как его пройти. Я просто уже устал бегать туда-обратно. Здесь же есть какая-то логика. Здесь может на 5 налево, 5 направо пробежать. 10 налево, 10 направо. Хреново. Опа. Вот. Ёп твою мать. Сейчас, смотри. Да, налево надо побежать. Чё-то я туплю, блядь, вообще, смотри. Просто, надо же ведь было просто пробежать. Неужели, блин? Я как-то методом тыка в тот раз прошел. Не знаю, я просто нажимал. А, точно. Я просто говорю, я прям... Вообще, вот этот уровень, да, был самый... Не самый сложный, самый сложный был с яблоком. Да, точно, я забыл. Совсем забыл. Наконец-то, это мы понимаем, что каждый пациент не кален. Вы должны понимать, что это возможно, чтобы полностью обеспечить ваших сновидений. Возможно. Так, чё с одной там делают-то? А, всё, уже, психоделика пошла. Экшен, 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 психоделика, блин. Вокруг всё меняется. Что происходит? Опа. Пожалуйста, попытайтесь расслышать звук будильника, который раздастся на течке, если вы приблизитесь. Так. Вот здесь, короче, нужно дыхать. Вот, видишь, стена. Это стена, я к ней приближаюсь. Вот это ещё не стена, но если я к ней начну приближаться, вот она должна быть. Оп, стена. Всё. Вот эти четыре стены я должен найти. Ну, по логике вещей, четыре стены я должен обнаружить. Вот, четвёртая стена заканчивается. Я пойду сразу туда. Вот она, четвёртая стена. Короче, вот она, комната из трёх стен уже. И вот она, четвёртая стена должна быть. Вот она, прям, вот, вот она, прям появляется. Оп. Всё. Появляется посередине кубик. В кубике будильник. Опа. Всё. Вот. Лодин, говорит. А, лодин. Вот. Сорок минут мы играем с вами. Сорок минут. Здесь контента на два часа. Я не знаю, если мы сейчас... То есть, в принципе, осталось не так много. Здесь, на самом деле, осталось не так много, по-моему. Хотя, хрен его знает. На самом деле, я не помню, сколько здесь осталось. Во, вот это интересно. Парадокса. Behavior. Похоже, в вашей среду... Слышишь, да, скрип? Это потому, что я взял вот этот же дом. Нужно взять... И зайти с ним вот сюда. Потому что... А знаешь, зачем? С ним нужно зайти сюда. Потому что это... Та же, мать его, за ногу. То же самое строение, блин. А-а-а. Чё ж такое-то? Чё, он больше быть не может? Ладно, пойдём отсюда. Здесь вот его поставим. Нужно, я понимаю, так выйти... Выйти, зайти в него. Ты хорош, ну, ёпт твою налево, ну. Оставься на месте. Стой. Нужно выйти и вот эту стену, видишь, кирпичную сломать. А теперь зайти с этим... Делом вовнутрь. Просто вот вовнутрь вот этого вот всего. Всё. Сломал игру. Нельзя так делать, в общем. Я просто сам в себя, сам в себя, можно сказать, вошёл. Так не нужно делать было. Пожалуйста, передержитесь от взрыва. Точнее, как бы так и нужно было сделать, но так делать нельзя. Вот. Вот чё, весь прикол-то. Так, чё у нас получается? Нужно куда-то бежать. Куда бежать, непонятно. Просто бежать нужно. Вот. Видим строение. Без настроения. Так, здесь мы видим, что можно вокруг окон обходить. Это как подсказка, знаешь. Нормально. Чё творится-то? Это лестница. Лестница. Здесь у нас особых вариантов-то нету. Здесь мы просто ходим. Здесь мы просто ходим. Здесь, знаешь, доверить интуиции и иди просто. Потому что здесь, ну, особо нет никакой логики. Тут просто нужно ходить. Просто надо зажать букву В и ходить. Здравствуйте. Меня зовут доктор Глэн Бирс. И много лет назад мне приснился сон. Я оказался в каком-то месте, где мне стало ясно, что мы рождаемся из пустоты. Где всё, что я воспринимал, принимало именно такую форму, которую я хотел. Парабел, парабел. Здесь очень много ходьбы. Здесь много ходьбы и нету бега, блин. Вот был бы здесь бег, я бы её, наверное, уже прошёл. Потому что здесь, в принципе, ну, не так много нужно всего этого делать. О, чё там такое, там некуда идти, да? Всё. Вот этот уровень самый глупый, блин, вообще, смотри. Короче, тут написано. Единственная цветная надпись здесь. Not an exit. Exit. Вот это вот стоят коробки. Как будто бы здесь всё так и нужно. Вон тень, вот тень и вот тень. Только это не тень, блин, это вход. Вот exit написано. То есть вот отсюда, вот, ты не видишь её, она появляется вот тут внезапно, просто сразу. И это тоже появляется внезапно. То есть ты подходишь к себе и такой, блин, чё ж делать, чё ж делать, чё ж делать, хренак. И выход появляется. Так, здесь нужно идти куда-то. Вот сюда вот. Не видно ж, не шута. Так, здесь, короче, здесь мы идём. Здесь нужно просто идти. Везде нужно просто идти и особо головы не думать. Вот. Так, я не помню просто, что здесь было и что здесь не было. Ну вот, и чего? Чуть-чуть побольше, нужно кубик сделать. Прям. Да чтоб тебя за ногу. Но пробел также поставил передо мной самое сложное испытание, которое я мог представить. У меня за спиной была целая жизнь, а на плечах весь жизненный опыт. Смотри, короче. Вот это вот, я не знаю, это... Я понял, что видеть вещи и так, как мне хочется, уже не так просто, как раньше. Я не знал, что здесь сделать нужно. Ну, это вот очень сложно догадаться, наверное, да? Вот здесь вот включатель. Очень сложно догадаться. Прям обоср... А, вот здесь вот во все стороны выход, значит, надо идти назад. Вот. Просто задом идёшь. Здесь лесенка. По лесенке поднимаешься, падаешь, не падаешь никуда. Идёшь, короче. А я вообще не понимаю здесь, что происходит. Поэтому, оп, упал. Упал я вот в это помещение. Знаешь, что здесь нужно сделать? Здесь нужно сделать вот так. Всё. И выйти просто. Минут десять здесь ходил. Ни хрена не понимал. То есть... Как бы... Логично предположить, что цвета нету, значит, можно зайти. Но... Нет, вы уже далеко за границей наведения. Из такой дали ещё никто не возвращался. Но мы надеемся, что вас это не остановит. Да, всё-таки, если вся суть в перспективе, то стоит сменить точку зрения и, возможно, станет возможным. На этом уровне нам необходимо ставить шахматные фигурки. Неважно, на какой чё поставите. Вы просто главное не берите шахматную фигурку, пока стоите на поле. То есть, ну, именно... Вот, стоишь на этом, на белом поле, не бери шахматную фигурку с этого квадрата. Потому что, ну, типа, если ты его поднимешь, то она провалится. Ну, то есть, она станет прозрачной. Вот. Дальше, если быть честным, я не проходил. Но, примерно, как проходить, я знаю. Ну, как сказать, знаю. С помощью этого кубика нужно, как бы, открыть доступ к этому... К этой комнате. Потому что до того, как ты кубик этот туда принесёшь, эта комната не считается действительной, что ли, или как-то так, можно сказать. Так. Залезу? Не залезу? Не залезу. Залез. Отлично. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас... Нужно просто вниз идти. Опа. Сам внизу. Всё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кукушка сейчас поедет просто Идите его колотить Блин, аж мурашки побежали Не могу Так Экзит вниз Сколько? 7.20 АМ О, 7.59 А я же 20 только что увидел Где я 20 увидел? 7.50 8 часов утра Все, просыпаться пора Уже не просыпаться, уже надо В школе, на работе, где ты там находишься То есть это прям Ты уже должен быть там Вот Работить день вообще с 8 до 5 Ну не у всех, конечно Есть с 9 до 6, есть с 10 до 7 Кому как нравится То так и работает В принципе-то у нас страна свободная Так 8 АМ Че-то я сделал И че? Здрасте Меня зовут доктор Глен Пирис Вы уже, наверное, поняли Что все произошло Именно так Как должно быть Видите ли, те люди приходят в наш институт Потому что им кажется, что они потеряли контроль На чем-то важном Но Чаще всего проблема не в том, что трудности, с которыми стал, мы сталкиваемся и нельзя решить Проблема в том, что мы так боимся провала, что отказываемся смотреть на проблемы с другой точки зрения Поэтому делаем одно и то же Снова и снова, снова и снова И именно так, разумеется, приходим к провалу, которого боялись Но это концовка игры Я предполагаю Нам показывают места, где мы были Где мы не были Где мы могли быть Рассказывают историю Позволяют нам насладиться, так сказать, под расслабляющую музыку Всем тем, чем мы могли не смочь насладиться во время игры, так как были напряжены Жизнь — это всегда борьба, и в ней всегда есть проблемы Но сегодня вам выпал шанс посмотреть на нее под другим углом А хотя вам пришлось столкнуться с преградами и преодолеть, которые поначалу казалось невозможным Вы вышли за рамки и справились с задачей Если вы смотрите на жизнь под другим углом, вы понимаете истинную сущность Если вы двигаетесь вперед, то неважно, насколько далеко вы сошли с указанного пути и какие неожиданности вас предостерегают Вы уже нашли свой путь Хорошая игрушка Мне прям нравится Хорошая Если посмотреть, мы меньше чем за час ее прошли 50 минут примерно 52 минуты, по-моему, мне сейчас идет запись 51 Не знаю, то плюс-минус Я на паузу вставил, что-то я так не знаю То есть достаточно быстро мы ее прошли В через несколько минут вы вернетесь в реальный мир Вам даже может показаться, что это была одна большая иллюзия Так в чем же был смысл всего этого? Однако, как и силы перспективы, ваше путешествие было реально ровно настолько, насколько вы хотите Осталось лишь одно Открыть Глаза Все, мы закончили игру Прошли ее полностью Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Делитесь видео с друзьями, комментируйте Всем до встречи в новых видео В новых сериях В сериях этой игры точно уже не будет То, что мы ее прошли Мы молодцы с вами Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok